Бесчеловечные условия, с которыми сталкиваются уйгуры, ставшие жертвами геноцида под давлением и преследованием китайского коммунистического режима, с каждым днем приобретают все более ужасающие масштабы. В то время как Китай продолжает систематическое преследование уйгурских турок в Восточном Туркестане на глазах всего мира, под предлогом борьбы с экстремизмом, исполнительный директор Центра уйгурских исследований Абдул-Хаким Идрис, как сообщается, получил известие о смерти своего 81-летнего отца Абдул-Карима Зикрулы Идриса, с которым он в последний раз встречался в 2017 году. В рамках своих планов китайзации Восточного Туркестана оккупационный Китай продолжает переселять бесчисленное количество китайских поселенцев в Восточный Туркестан, на этот раз под названием так называемой команды добровольцев студентов университетов. Согласно сообщению китайской пропагандистской сети «Синьцзянь газета» в Синьцзянь от 17 августа официальные лица так называемого правительства Синьцзяна провели церемонию приветствия китайских поселенцев, доставленных в Синьцзян 15 августа в Урумчи под видом западного регионального плана на 2023-2024 годы под названием «Команда волонтерской службы студентов университетов со специальной организацией для китайских студентов». По мере углубления кризиса на рынке недвижимости в Китае, гигантская китайская компания по недвижимости Evergrain подала заявление о защите от банкротства в Соединенных Штатах. Компания, имеющая большую долговую нагрузку, обеспечит защиту своих активов в процессе заключения соглашения о погашении на миллиарды долларов со своими кредиторами. Дефолт Evergrain в 2021 году из-за невыплаты долгов потряс рынки по всему миру. Акции компании не покупались и не продавались с прошлого года. Китай собирал разведданные во время военных учений четырехстороннего диалога по безопасности в Австралии, направляя свои спутники в субпояс Экватора. По данным ABC News, Китай разместил свои спутники над страной во время учений Альянса Малабар и Талисман Сабли в Австралии. Шри-Ланка, которая потеряла контроль над своим крупным портом в долговой ловушке Китая, заявила, что не позволит Китаю использовать порт в качестве базы против Индии. Президент Шри-Ланки Иронил Викримен Синхе заявил, что его страна не позволит использовать его в качестве базы для угроз в адрес Индии. Он также подчеркнул, что Шри-Ланка является нейтральной страной и не имеет никаких военных соглашений с Китаем. Япония объявила, что сняла свои военные самолеты после обнаружения российских самолетов между Японским морем и Восточно-Китайским морем, где Россия и Китай проводят совместное морское патрулирование и учения. В заявлении Минобороны России говорится, что российские и китайские военно-морские корабли проводят совместное патрулирование в Тихом океане и проводят военно-морские учения в Восточно-Китайском море.